по дальнейшему обсуждению этого генератора намотал две катушки две половинки вот такие на феррити полная намотка соединяются они так плотненько зазор где-то около два с половиной три миллиметра так это генератор идет внутрь этого кольца и кольцо идет внутрь магнита когда-то вращатель вращающийся магнит обращается это поставится внутрь это пойдет внутрь вместе с катушечкой и посмотрим что у нас получилось вот собрали это генератор по той же схеме сердечник две катушки подключенные или последовательно или в одну сторону или в другую значит вот они вот они соединены вот здесь вот так поснимаем нагрузку сюда можно посоединить вот сюда тогда нагрузку снимаем отсюда здесь у нас стоит мотор магнит внутри катушка и питание на мотор да значит вольтметр стоит у нас на я выбрал уже заранее максимальную генерацию вот ее будем коротить значит запускаем наш мотор на 3 вольта мотор крутится напряжение 4 6 вольта генерацию если по-другому подключу будет 0 7 вольта то есть это максимальная генерация вот на нее мы коротим значит коротим сейчас я коротили генерация упала ток возрос на 0 66 еще раз 0 55 коротим 0 66 увеличение ничего не дает без разницы но одну катушку коротим вторая еще не лежит на напряжение тоже разрастает вот это вот такая схема ну так спасибо за предложение спасибо за внимание посмотрим моторную часть вот но подключил обмотки на простой трос драйвер получаем мотор пару вольт ему на подачу вращение интересно тут то что мотор не требует радиального подшипника вот ротор вращение имеет степень свободы в этой плоскости потому что магнит взаимодействует с ферритом и удержит его в центре все время здесь не нужен подшипник в центре все время а